Всем привет, всем здравствуйте! С вами снова Ярослава Геринг и наше парфюмерное видео. Да, вы не ослышались, я не сказала, что это видео будет экстрасенсорным, потому что сегодня только парфюмерия и жара. Жара невероятная! У нас сейчас начало сентября, но температура здесь, где я живу, всё равно зашкаливает, и у нас сейчас 32 градуса, и это очень жарко. У меня работает вентилятор, я ещё закрыла окно, потому что оттуда так жарит, что вентилятор не спасёт. Итак, что же я ношу на жару? У меня сегодня будут частные сеансы, и, конечно, придёт народ. Я не могу не носить парфюмерию. Но что можно носить на жару? Да, у меня в офисе работает кондиционер, но всё равно не хотелось бы человеку, который приходит с улицы и всё-таки такой распаренный, сразу огорошить каким-то очень сильным парфюмом. Поэтому я сегодня расскажу о бренде, о котором я не рассказывала. У меня много разных молекулярных ароматов. Я уже делала много разных видео на эту тему, но сегодня именно сконцентрируюсь на эксцентрик-молекул. Покажу вам свою коллекцию этих эксцентриков. Она у меня небольшая. Я не могу никак офлаконить некоторые ароматы, просто потому что те нотки, которые заявлены, ну как-то они со мной не сочетаются. Хотя сейчас, когда пришла такая жара, уже, в общем-то, и хочется и что-то зелёного, и что-то цитрусового, хотя эти ноты совершенно не мои. Итак, что у меня есть? Я пойду по порядку. Первая молекула не эксцентрик, а именно молекула, я её никак не могу офлаконить. Это изои супер. Он чистый, он прозрачный. Я его, скорее всего, сегодня возьму с собой в офис, потому что я сейчас собираюсь на работу. И вот у меня сколько здесь осталось. Я, наверное, сегодня буду в нём. Он спокойный достаточно, он шлейфовый, но он не забивает нос, в нём нет каких-то очень сильных ноток. Поэтому я думаю, что сегодня я буду в нём и как раз его разношу на жаре ещё побольше, как в офисе с кондиционером, так и пройдусь по улице и посмотрю, как он на мне раскроется. Итак, вот первый неофлаконенный. Вторая молекула у меня эксцентрик, потому что я просто в молекуле её не слышу. У меня всего 50 миллилитров, но он на все случаи жизни. Мне его очень удобно носить с собой. Я знаю, что у этой молекулы есть очень много поклонников. Все молекулы для меня не экстрасенсорные, хотя они могут помочь в работе. Я их люблю наслаивать. Вот эту молекулу я тоже очень люблю наслаивать на другие ароматы. И здесь амбраксан, который придаёт немножко такой деревяшистой ноты любому аромату и оставляет шлейф, даже если сам аромат не шлейфит, а вот от этого хвост остаётся. Поэтому вот у меня 50 миллилитров. Может быть, возьму себе 100. Ну, посмотрим. Этот я буду носить с собой, и стольник пусть у меня будет дома. Ну, это, конечно, любовь, как и у многих, впрочем. Номер три у меня пока тоже только в таком пробнике. Это эксцентрик, третий. И здесь у нас заявлен ветивер. Я с ветивером вообще дружу. Здесь он такой очень зелёный. Здесь очень много ветивера. Но он такой красивый. Мне он нравится. Единственное, что вот зелень. Ну, что я могу сделать, если вот с зеленью как-то не так? У меня есть парфюмы с ветивером. Я обязательно сделаю на них обзор. Но с этим я подружиться так особо не смогла. Он для меня очень зелёный. Поэтому вот пока останется в пробнике. Номер четыре. Четвёртая у меня молекула. У меня вот столько осталось. Я его всё-таки пытаюсь носить. Потому что люди с меня его слышат. Я его не слышу. Вообще не слышу. Здесь у нас сандал. И он такой... Он должен быть вот чуть-чуть сладковатый. Здесь не солёный сандал. Здесь он сладкий. Такой достаточно сладкий. Насколько может быть сладко-пудровый такой сандал. Но я молекулу не слышу вообще вот эту. Но я её ношу. Я её наношу сверху любых других парфюмов. Кто-то говорит, что слышит. Вот пока слышат. И хорошо. Но он у меня стоит. Он у меня очень давно. То есть вы видите, сколько осталось. Но он у меня, наверное, с тех пор, как он вышел. Я пошла в Литуаль. Как только вышли эти всякие молекулы. Вот эта вот четвёртая вышла. Мне его так рекомендовали. Что на меня нашло? Почему я его взяла? Может быть, потому что я стояла уже в облаке разных ароматов. И мне показалось, что я его слышу. Но дома я думаю, что это такое я взяла? Что за... Такая. В общем, так у меня он до сих пор и остался. В таких вот парфюмах со знаком вопроса. Но если он есть, я буду его носить. Продолжаю. Номер пять. Из номера пять у меня есть тоже молекула. Здесь у нас кашмиран. Я слышу ещё немного цитрусов. Поначалу. Такой свеженький. Вот, скорее всего, его я себе возьму. Вот он очень неплохой. Хотя он тоже немножко колко-свежий. Тоже не моя история. Но всё-таки на такую жару... Вот, наверное, вот я первую сегодня с собой возьму. И вот эту. И посмотрю, как раскроется. Ну, он какой-то немножко болотный. Вот я чувствую в нём болотность. Как будто я какая-то кикимора. И только вылезла из своего болота. Ну, и он, конечно, древесный. Немножко мускусный. Немножко амбровый. Ну, вот так вот его слышат. Я не знаю. Я слышу как с ветивером, так и здесь какую-то небольшую затхлость. Я его возьму, попробую и посмотрю, что будет. А потом у меня ещё есть три флакона со знаком плюс. То есть это первая молекула плюс. Вот почему, наверное, я не взяла саму первую молекулу. Потому что я разнашиваю вот в комбинации. Первый, который я приобрела, это был плюс ирис. Вот он мне нравится. И сейчас он, кстати, на жару тоже пойдёт. Вот кому нравятся ирисовые ароматы, я понимаю, что они такие пудровые. На жару, может быть, не так прям они нужны, такие ароматы с пудрой. Но здесь очень хороший ирис. И в такую погоду, даже в 30 плюс, вот эта молекула плюс, я думаю, что она вот хорошо звучит. Вот насколько я ношу и слышу её. Мне нравится. Мне нравится, поэтому на жару я его тоже ношу. Потом я взяла себе... Так, это у меня что? Это... Сейчас я скажу. Это чёрный чай. Плюс чёрный чай. Вот он мне нравится. Нравится. На такую погоду он становится холодным чёрным чаем. Вот странно, но он освежает. Вот такой ситуации, в такой жаре он освежает. Какой же приятный аромат этот с чёрным чаем. У меня мало ароматов с чёрным чаем. Ох, ну этот очень хорошо звучит. Поэтому здесь, наверное, всё-таки первая молекула, которая даёт такую вот свежинку. Ой, красота. Нравится, нравится. Вот он у меня целый флакон есть. И ещё один – это с пачули. Да, пачули – это, конечно, что-то более громкое и тяжеловатое. Но разбавленная первой молекула становится достаточно лёгкой. А мы знаем, что пачули – это на деньги в основном. Да, масло пачули используют на деньги. Я где-то делала и шорцы тоже на своём канале, где я рассказывала про магию денег и пачули в ароматах. Но вот он не душит в жару. Странно, но не душит. Он потом, когда усаживается на кожу, друзья мои, он становится очень красивым. Это на лето, но на вечер. И я его вечером просто обожаю. Вот сколько я уже относила. И мне очень нравится. Потому что я его покупала где-то, по-моему, в начале весны. И вот весна, ну, вот тепло-тепло-тепло становится вечерком в самый раз. Он очень красивый становится. Поэтому я его и прикупила, и буду носить, буду разнашивать. Я не знаю, выйдут ли ещё новые молекулы. Если у вас есть какие-то соображения, скажите мне. Может быть, что-то ещё новенькое выйдет. Я знаю, что вышел гуаяк. Я его пробовала. Он для меня тяжёлый. Он для меня мужской. Хотя я, в общем-то, не делю парфюмы на мужские и женские. Но немножко для меня такой стержень деревянный. Нет, мне он не нравится. Особенно если я его должна в офис носить, занимаясь своими экстрасенсорными делами. И имбирь. Имбирь я тоже пробовала. Да, немножко колкий. Симпатичный. Но нет, я, наверное, в свою коллекцию его не возьму. Жду чего-нибудь новенького. Поэтому если у вас есть какие-то соображения, может быть, кто-то уже слышал, что должно выйти что-то новое, расскажите мне. Мне будет очень приятно. А так подписывайтесь. Заходите на мой телеграм-канал. Он новый. Но всё равно там постепенно начинается движуха. Я там рассказываю о новых ароматах, что я купила, чего я хочу купить, что-то об экстрасенсорике. В общем, заходите, не пожалеете. Будем общаться и вне видео Ютуба. Пишите ваши комментарии. Мне будет всегда очень приятно. Этим вы меня настраиваете на такой лад, чтобы продолжать и продолжать делать видео вот в таком духе. Всем пока. Хорошего вам начала осени. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok